вот друзья вот такую вот красоту я предлагаю вам сегодня приготовить и вот так мы его отрезали кусочек и вот смотрите насколько это красиво у нас получилось смотрите какая это красота видите а главное быстро и не надо сюда соду и не надо взбивать никакие белки отдельно давайте будем готовить и вы сами во всем убедитесь всем привет вы снова на канале у танюшки друзья знаю что многие из вас любят творожную запеканку и не секрет ни для кого что даже если ее очень любишь не хочется заморачиваться и и готовить я сегодня расскажу вам как приготовить запеканку чтобы это было быстро и вкусно и я уверяю много времени для этого вам не понадобится так как на моем канале мы все делаем бюджетно и просто начинаем готовить смотрите для запеканки нам потребуется вермишель здесь у нас 200 грамм изюм здесь у нас 100 грамм сахар 3 столовые ложки соль чайная ложка неполная 600 грамм творога 2 яйца никакой соды мы запеканку класть не будем итак ребята начинаем значит у нас кипит литр воды мы его солим чайная ложка соли и высыпаем вермишель вот так вермишель высыпали перемешали ждем вермишель очень хорошо кипит минуты три уже и вбрасываем сюда весь наш изюм вот так перемешали пока вермишель варится мы этим временем в миску высыпаем творог добавляем к нему вот так яйца заметьте мы не отделяем ни желтки не белки мы яйцо кладем целиком вот так два яйца ничего не отделяя и ничего не взбивая и сюда же отправляем сахар и соль а вот теперь ребята надо взять и все это просто смешать до однородности опять-таки не взбить просто смешать если у вас творог крупнозерновой в таком случае придется вот эту всю массу на этом этапе перебить блендером погружным вот всю эту массу берете и перебиваете ничего не отделяя еще раз повторяю потому что многие отделяют желтки сначала перебивают с творогом а потом отдельно перебивают белки не надо этого делать делаю для того чтобы было более пышная масса она будет точно такая же пышная как и у меня поверьте абсолютно разницы никакой тем более соду не надо ложить соду она ничего вам не даст никакой пышности сначала он у вас будет расти в духовке а потом упадет смотрите какая хорошая консистенция у нас получилось и спрашивается зачем сюда добавлять какую-то соду или взбивать его какими-то блендерами абсолютно ни к чему не тратьте свое время и вот этим временем пока мы замешивали наш творог вермишелька уже у нас приготовилась мы ее промыли и отправляем теперь ее сюда прямо теплую не надо ждать чтобы она была супер холодная это не обязательно отправляем все сюда творогу тщательно перемешиваем видите изюмчик у нас одновременно распарился пока мы заваривали вермишель и его нам не пришлось отдельно запаривать размешали вот такая симпатулечка получилось так ребята еще не сказала если кто-то любит ванильный сахар и ванилин эссенцию там что угодно можно использовать ванильный сахар я так как здесь у нас есть вермишель ванильный сахар специально не добавляла вы смотрите на свой вкус потому что я знаю многие любят сладкую вермишель так и сейчас у нас есть форма форма у нас конечно великовата но я взяла специально стеклянную чтобы лучше было видно вот форму мы должны смазать сливочным маслом но я это делаю прямо с пачки вот так видите прямо с пачки я это все обмазываю хорошо сливочным маслом смотрите насколько хорошо мы смазали нашу форму можно прямо так выкладывать всю массу сюда но я люблю когда форму присыпаешь манкой это не обязательно главное хорошо смазать вот так я беру щепоточку ребята и вот так вот притрушиваю слегка всю форму форму можно так разворачивать и вот так как вам удобно сливанца на стеночки на донышко везде вот так вот чтоб попала манка вот и все чисто символически но мне больше нравится когда притрушена манкой и теперь сюда отправляем всю эту красоту еще ребята открою один очень вкусный секрет если вы любите помимо изюма использовать всякие сухофрукты можно их запаривать в воде с добавлением коньяка это будет очень ароматно и очень вкусно так как сухофрукты они жесткие их надо чтобы они покипели поэтому если вы добавите 50 грамм коньяка спирт улетучиться спирта не будет и останется только очень такой интересный аромат и детям естественно есть это можно не бойтесь что детям не можно нельзя будет это все кушать из-за того что вы добавляете спиртное спиртное я уже вам рассказывала раньше улетучиваются в процессе тепловой обработки поэтому не переживайте вот так разравниваем нашу запеканку вот разравниваем ровненько так чтоб красивенько было у нас тут все так теперь выдавливаем немножко вот так вот сметанки так чтобы нам это все закрыть красоту эту всю красоту мы закрываем нам же надо румяная корочка правильно для этого нам надо это все вот так прикрыть как мы размазали теперь друзья нам надо поверх сметаны кусочки масла но масло у меня не раз ну вернее не замерзшим его неудобно будет нарезать ну как-нибудь сейчас посмотрим справимся сейчас будем пробовать с маслом играть надо определить сюда вот так вот так мешает вот так вот так масло мы разбросали и теперь берем щепотку сахара и вот так вот все 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 сверху посыпаем всю нашу запеканку аккуратненько сверху посыпаем сахаром так ребята и теперь когда уже мы все сделали отправляем запеканку в духовку температура 160 180 градусов ни в коем случае на большую температуру мы не ставим так как запеканка должна выпекаться постепенно значит еще раз 160 180 градусов приблизительно 40 50 минут наблюдайте когда подрумянится все ребята ждем друзья вот такая запеканочка творожно вермишелевая у нас получилось это очень быстро если вы до этого боялись готовить потому что вам казалось это долго я вам показала сегодня как это сделать за считанные минуты это очень быстро не надо главное ничего взбивать все в одну миску в брас вбросили перемешали и все и на противень и выпекаете и у вас все получится и все будет очень вкусно всем пока с вами была танюшка подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик пока пока